Девушки отдыхают В это трудно поверить, но все осталось позади За эти 20 дней произошло такое количество событий, что об этом даже рассказать трудно Друзья мне говорят, как там, расскажи, а я не знаю с чего начать Ведь каждый день был просто переполнен событиями И все смешалось в одну кучу Без капот и напрямую Водор уже все забрело в пиратике Ну и витарейка рулевая долбит ее конечно В смысле долбит? Рыше прямо 370 яма 2 Саша, удачи! В общем сейчас шелковый путь ощущается какими-то вспышками То есть то перед глазами стоит Петрансель на разбитой машине И с утра он выезжает на новенькой То Потапов приезжает без капота То мы опять танцуем в баре после того, как понимаем, что нам остается спать всего 2 часа Ну и по нему нужно, а нужно посидеть хотя бы 10 минут и передохнуть То мы прилетаем в Пекин на этот стадион и обливаемся потом с ног до головы Эти кубки, какие-то ссоры, Шнива-Воротникова В общем все вот так вот вспоминается, вспоминается А вот как вот именно, с чего начался третий день в Казани? Да я не помню, честно говоря Мы готовились к этому марафону почти 4 месяца Но все равно оказались не готовы Ведь журналистам нужно снять все команды День начинается со старта Первые экипажи поехали в 6 утра Мы их снимаем и едем поскорее обогнав их по обычной трассе на спецучастки Чтобы там поймать их в тот момент, когда они едут по пескам Потом возвращаемся обратно на Лиозон И по гражданским дорогам спешим поскорее на финиш Чтобы успеть отснять там главные команды Пежо, Мини, которые идут первыми После этого мы должны отснять, как их механики начинают ремонтировать эти машины Потом жизнь лагеря, взять интервью К этому времени уже первые все отремонтировали и легли спать А мы не ложимся, потому что в этот момент приезжают последние И начинают тоже ремонтировать свои машины Где-то в 3-4 утра они заканчивают И мы можем отдохнуть Но несколько часов, потому что в следующий день начинается все заново Опять в 6 утра подъем и первый стартует Я думаю, что большая колейность будет из-за грузовиков И надо поаккуратнее на поворотах, чтобы не лечь Я большую часть Шелкового пути проехал с Антоном Воротниковым на Шниве Это, я вам скажу, еще дополнительное испытание Потому что кондиционер мы не могли включить Машина греется Иногда приходилось включать печку На улице плюс 40 Мотор перегревается Сидение неудобное Подвеска не работает Десятки лет существования автолаза Они так и не научились делать щупы С пластиковой ручкой Вот так вот все вспоминается А составить из этого целый рассказ С началом и концом логическим Я не могу Вернувшись из Китая, где YouTube сблокирован Я наконец-то смог почитать ваши комментарии под нашими роликами Вы пишете, что вы самая медийная команда Почему выложено только три ролика А Шелковый путь уже закончился Что ж, справедливо Но я, позвольте, я вам расскажу, как было дело Мы приезжаем в чистое поле Заводим бензиновый генератор И нам нужно зарядить примерно 30 единиц только техники Потом туда же подключить монтажный стол Развернуть все И попытаться помонтировать А потом, чтобы то, что мы смонтировали, кратенько Выложить в YouTube Нам нужно найти где-то интернет В некоторых лагерях давали 200 мегабайт интернета На всю команду Конечно, можно было взять с собой еще одну фуру Оснащенную спутниковым интернетом Монтажной студией Вбухать еще как следует бабла И жить без проблем, как это делают огромные команды Ну, что ж Может быть, мы до этого дорастем когда-нибудь А пока мы оказались, честно говоря, не готовы к таким трудностям Конечно, мы не оставим канал Супротек Рейсинг без контента И обязательно смонтируем большой фильм О одной из самых продолжительных гонок в истории Что такое ралли-рейд в длиной в 10,5 тысяч километров Какие лишения приходится проходить Какие психологические нагрузки испытывает человек И как он при этом выживает Все, что у нас получится, мы опубликуем на нашем канале Супротек Рейсинг Но осудить, получилось ли у нас, придется вам Супротек Рейсинг Супротек Рейсинг